Итак, добрый вечер, ребят! Продолжаем трансляцию MLG TKO. Ребят, сегодня у нас БО-2. Началась вторая стадия турнира. Начались игры формата Best of Two. Сегодня первая игра Power Rangers против Na'Vi. Вторая игра, сегодня будет всего лишь две игры. Вторая игра будет Na'Vi против Rocks Kiss, так что Na'Vi вам придется пропотеть четыре игры. Поехали! Хорошего всем настроения и приятного просмотра. Мы начинаем. Ненамного мы опоздали, на самом деле. Думал, будет куда хуже. Пики-баны! Поехали! Бэйн, ферст-бан от Na'Vi. Никсон и Инчой ответили ПР. Ждем бана от Na'Vi. Ну, я знаю, там какие-то технические работы идут на Гудгейме, поэтому на Твиче может лагать трансляция. Ребят, ну я ничего с этим не могу поделать. Типа техперерыва что-то. Ну я реально ничего не могу поделать. Вообще ничего не могу сделать. Так, забанили Дазла и ПР сразу же забирает себе Инвокера. Очень интересно. Надеюсь, это будет не Инвокер, а с мультика, который мы сейчас смотрели перед началом этой игры. Ну поехали. Чем ответят Na'Vi? Чем ответят Na'Vi? Чем вообще могут ответить Na'Vi? Na'Vi могут ответить Тимбером. Na'Vi могут ответить Ченом. К Лакверкам. Опять же. Пока что ребята забрали только Фуриона. Не знаю, мне почему-то Фаник нравится больше на Клакверке. И сразу же Na'Vi забирают Шторма. Это очень интересно. Ребята редко берут кого-то для Дэнди в первой стадии пиков. Ну, Шторм так Шторм. Шторм. Шторм, он и в Африке. Шторм, пусть будет Шторм. Так, у меня начался анонс. Все нормально, нормально. Резервный час. Чем ответят Пээры? Шторм Фура. Пошел аппарат и банится Эмбер. Да, Эмбер. Тема не очень приятная. Особенно если они отыгрывают Хвост. Зато есть Лайфстиллер. Еще. И скорее всего Na'Vi заберут Лайфстиллера. Раз уж есть Шторм. Все мы знаем, как Хвост отыгрывает на Анаиксе. Поэтому я думаю, На'Vi заберут Лайфстиллера. Есть Фура. Можно опять же придумать какую-то пуш-страту. Видите, забанили Чена. А так, если был бы Фура Чен, то можно было бы неплохо попушить. Баница Луна. Баница Луна. Не стоит на самом деле брать из каких-то тонких персонажей. Есть уже Фура, есть Шторм. Надо брать что-то поплотнее. Так, все-таки аппарат, инвокер, это не очень приятно. Так, а у меня стоит Пенант. Должен стоить Пенант. Да, стоит Пенант Na'Vi. Отлично. Так, ну что, заберу Клайфстиллер. Виседж, пока что Виседж. Мне что-то кажется, На'Vi сейчас чем-то удивят. Дизраптор. От PR-ов. Ну, пока что есть саппорт, есть мидер, есть хардлайнер. То есть остается до пика даблу. Хотя, может быть, сейчас такой поворот, и это Шторм не для Дэнди. Пара-пара-пам. Ну, вдруг. Это ж Na'Vi, они могут, они умеют удивлять, могут. Чем-то порадовать новеньким. Десять секунд. Десять секунд. Пять секунд. Десять секунд. Виномансер. Ну, остается у вас пик для хвоста. Все, у Na'Vi есть. Есть два саппорта, есть мидер, есть хардлайнер. Нужен керри. Теперь нужен керри. Винга от PR-ов. Довольно-таки странный пик на самом деле. Три суппорта. Может, это Винга керри? Ну, пока так. Вообще, было бы неплохо аппарат, Дизраптер и Винга. Они просто будут унижать такой треплой. И если разфармят Вингу в керри, будет довольно-таки интересно. Банится Вивер. И Спектра. И... Ласт пик на Ви. Ласт пик от Na'Vi. Кого же возьмут хвосту? Это Бо-1. Нет, ребят, это Бо-2. То есть, в любой ситуации будет сыграно две игры. Ну, то есть, тут уже идет на очки игры. Так что... Может быть, и 1-1, и 2-0, и так далее. Ну, есть... Ага. Сладар. Интересно. Очень интересно. Тоже агрессивный трепла. От новей. Сразу видно, что ребята даже не планируют шутить. Хотя могут и пофаниться. Сладар. Ну, то есть, есть гель, есть стань, есть замедло от Виседжа. Очень тяжело будет уйти кому-либо. Очень тяжело. Продолжение следует... Ну, а, спик от ПРов. Что же это будет? Дарксир. Давай, Дарксир. Стяжечку под Дизраптора и ульт-аппарата зайдет просто... Правда, если БКБ, то беда. Клокверк. Ну, это единственный плотный персонаж УПРов. То есть, Сладар просто будет разрывать лица аппарату, Дизраптору, Винге и Инвокеру, там, с 4-5 тычек под ультой. Клокверк это единственный плотный персонаж УПР. Ну, не знаю, посмотрим, как это все будет выглядеть. Очень интересно, то, что... Винга будет Керри. Когда вы в последний раз видели на турнире Вингу Керри? Я лично Вингу Керри вообще, наверное, не видел. Так, хвост просит одну минуту. А посмотрим, может быть, зайдет. Нет, ну задумка, конечно, сикарная. Если ворвется Клок, хотя бы в двоих, в троих, будет уже очень больно. Сразу туда же Статик Шторм. От Инвокера что-нибудь прилетит, и ульт-аппарат. Практически стопроцентный минус 2-3. Ну, это опять, это очень все много зависит именно от Клокверка. Так, ну все, поехали. Поехали, поехали. Винга Керри. Да, такой не каждый не увидишь. Нулик, фласка, есть тангус. Два тангуса у Дэнди. Нави пощедрее в этом плане. Так, и все-таки агрессивный трипл от ПРов в харду против... Так, подождите, что происходит. Очень интересный лайнап от Нави. В топе будет стоять Пупей. Фаник будет фармить Лиса. И Дабла. Висед, Шеслардар будут стоять на харде. Ну, посмотрим, как Пупей отстоит. В принципе, Змееками может нам долго дефаться. Ну, поймать будет очень легко. Опять же, Глимпс, Стан, и все. Пупей туда не уйдет. У меня будет 0.7. Так, я надеюсь, мои модераторы не спят. Будут следить за чатиком, потому что народу много. А мне сейчас будет некогда. Так, Basic Duck, отзовитесь. Поставьте хоть плюсики, что я буду знать, что мой чат в безопасности. Так, Basic здесь. Вот так что-то спит. Ну, ладно, пускай. Итак, здесь. Ладно, поехали. Фаник все-таки выходит на лайн с ботинком. Не пойдет он в леса. Няшные тренды. Няшные тренды. Триплат ПРов. Посмотрим, как зайдет триплат ПРов. Пока что диструбтор ничего не прокачал. Ни филд, ни глимс. Это зависит от ситуации. Ну, у аппарата уже есть баф. Баф, который дает плюс дэмэдж. Довольно-таки неплохой дэмэдж на ранней стадии игры. Очень больно заезжает. Так, скандал. Дэнди скидывает култ снэп. Тычка, тычка. Будет ли еще какой-нибудь спелл? Будет ли ветра? Да, есть ветра. Отпивается Дэнди. И Дэнди. В тяжку! Ну, не хватает у него дэмэджа. Ставит последний спелл. И все-таки скандал забирает Дэнди. Дэнди дает ФБ. Да, не хватило дэмэджа. Но слишком нагло ставил Дэнди на пол хп. Очень нагло. За счет чего я и поплатился. 1-0 в пользу Power Rangers. Так, Пупи и с Фаником ничего не могут сделать. Так, врывается Фаник. У него нет спрутов. Пытается просто по ДПС-ить. По скандалу. Еще тычка. Господи, 79 хп. Но есть банка. Плюс квас. И скандал выживает. Приходит еще к уроке. Но никак, никак. Пытается забрать курьера. Получает култ снэп. В опасности к уроке. Ух, какие плюхи-то. Придает еще от Аваров. Скидывает плюшку к скандалу. И скандал забирает второй килл. Плюсом трипла. ПРов тоже не спит. Забирают Пупея. И 3-0 в пользу ПРов. Да. Что-то пошло явно не так. Еще третья минута не началась. А уже 3-0. Так, ну, скандал сейчас получил шикарный буст. Просто у него, пускай у него всего лишь 7 крипов. У Денди не особо больше. Но зато он 5-й левел. Денди 4-й. Плюс есть ботинок, есть ботл. 2-0. Все шикарно. Небольшое преимущество по XP, которое потом может неплохо зарешать. Ну, то есть, там, скандал быстренько капнет себе 6-й левел. В качестве, там, в X на 2 будет уже посильнее Ветра. Под EMP может раздавить Денди, в принципе. Денди и так сейчас неплохо, кстати, не получал. Ну, вот, если бы был бы Эмп, ну, то есть, если бы сейчас скандал скинул бы Эмп, Ветра, Эмп и Кулдснэп, я думаю, Денди бы отъехал. Ну, пока что решил просто подхарасить. Кстати, как там у Денди с ботлом? Ботл пустой. Курочка уже рядом, готов к обузу. Клокверк, третий левел, 6 на 2 у него. Опять же, неплохо для харды, в принципе. Сам себе пульт крипов. Приходит Пупей, Пупей первый левел. У него есть только гейль. Чего, больше нету, врывается Фаник, забирает Эмп, получает сразу Филд, Ветра, но Ветра слишком короткие. Да, Векс на 1. И Фаник спокойно в Эмп уходит. Так, рядышком Пупей. Денди отдает ботлом, будет обузить. Ну, сейчас Денди в опасности. Ой, Пупей, скидывается Филд, пошел Кулдснэп, пошел Кулдфит и минус Денди. Врывается Фаник, проблема ОПРов, хотя особо это не назовешь проблемами. Ребята вроде неплохо так раскидывают. Через 4 секунды будут Ветра, еще есть ульт, еще есть один глоток. Можно было бы проюзать и Ветра, и Кулдснэп. Но Нави уже отбежали, поэтому ничего не получилось. СПРов неплохо подхарасили, но 4-0, 4-0 на пятой минуте неплохо, ребята, отыгрывают. Ладно, давайте посмотрим на Хвостал. Хвостать в это время есть ПТ, у него 29 крипов, это почти топовый Крепстат. На первом месте у нас идет Винга, у нее 32 крипа. У нее есть ПТ, есть базилька, 200 на кармане. И ТПшечка, на всякий случай, куда-то ворваться в драку, например, на Мид Дэнди. Получает очередной Кулдснэп, просто его в скандал харасит на пол ХП. Так, а тем временем, тут Клакверк нашел Куроки, у Куроки ничего нету, ничего не может сделать. Скидывает Плюху, врывается просто Фаник. Попадает под Филд, вовремя врывается Дизраптор вместе с аппаратом. Хвост только успевает скинуть стан, ну и вроде уходит. Нет, Глимс, возвращают! Будет ли еще какой-нибудь спелл, но без этого, в принципе, заберет хвоста, 7-0. 7-0. Просто унижение, очередной Кулдснэп ловит Дэнди. Это какой-то, какой-то бред. А что происходит вообще? Нет, я, конечно, все понимаю, но... Это слишком, это реально слишком. Ладно. Нави умеет переворчивать тигры, хвост врывается на Клакверк, Клакверк без мана, но и, в принципе, у хвоста нет ульты, но есть станчик. Есть станчик, но они минусуют. Размочили счет, 7-1. 7-1. Продависер избирает фраг. Сейчас хвост доформит крипов, будет у него 6-й левел. Куроки пока что 4-й. Дэнди 6-й. Но, правда, его 6-й сейчас особо не поможет, потому что пэры сейчас чересчур сильны. Реально, чересчур. То есть, в любой драке, абсолютно в любой драке, ребята будут просто выигрывать за счет того, что у них больше левел, больше... Ну, более сильные касты и так далее. Ну, даже открыть график по XP, посмотрите, на 3 тысячи. На 7-й минуте ребята выигрывают 3 тысячи по XP. Это даже не смешно. Уровни героев. Давайте посмотрим. Ну, в принципе, Дэнди со скандалом одинаковые. 6-й, 6-й, 6-й. 4-й, 4-й. Ну, в принципе, по левелам ровненько идут. Не особо так и заметно преимущество. Так, Мун, 6-й левел, но без свапа. У него 3-й минус армор, 2-й стан, 1-я пассивка. Очень странный скилл билд, на самом деле. Ну, ладно, если хотят через армор, пускай будет через армор. Опять же, под бафом, под филдом. Там не особо нужен стан. Стан нужен как контроль просто. Ну, чтобы парень не сбежал. Вот и все. Фанник в это время ворвался в леса. Есть у него ботинок, есть сейдж-маски. Есть 700 голды на кармане. И ПР потихонечку забирает первую вышку. Есть карета, крипы уже на подходе. Минус армор, будет через 10 секунд. Но должны забирать сейчас вышку. Надо только потанковать чутка, чтобы не забрали карету. И, в принципе, можно забирать вышку. Так, Дэнди, 7-й ботинок, полный ботом. Купей уже 4-й. Уже прогресс. Ну, и забирают ПР-ы первую вышку. Ничего нави сделать не смогут. Никто тут не прилетит. Никто не задефает. Хвост фармит. Фанник тоже в лесу. А Дэнди слишком терпит. Слишком сильно. Седьмой левел, конечно. Ну, и скандал. Восьмой. Есть витра. Есть кулсбеп на 4. Векс на 3. Класс. Промазывал витрами. И эмпом тоже. В следствии. А так бы ПР мог бы сейчас развалиться. Даже... Нашли Дэнди. Так, Клакверк с хукшотом. Может ворваться. Может ворваться. Скандал пошел гангать бот. Ну, кстати, у хвоста есть ульт. И скандал может... Тоже сейчас получать по голове. Ладно, сейчас посмотрим. Врывается. Пошел Лэм. Пррывается с хукшота Клакверк. Закрывает хвоста. У хвоста нету мана. Даже на стан. Получает неплохие батареечки. Очередные ветра. Правда, не попал по Куроке. Но хвоста забрали. 8-1. Глимс. Отличный Глимс. Отличный филд. Это минус Куроке. 9-1. 9-1. В это время Панник. Вместе с Дэнди врываются. Забираю это Парата. Ничего он тут сделать не сможет. Повесил Кулфит на Дэнди. Но это его не спасло. Ну, просто скинул прокаст. А что ему терять? Он там никак не выживал. И Пэрис собирается забирать вторую вышку. Второй Т1 Тауор. Но он в этот раз уже на боте. Так, Пупея. Тысяча голды. Но у него кроме трех тангусов вообще ничего нету. Это вообще фрикил. Ходячий. Девять-два. 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 Хейст. Дайер-с-ботом Тауор Сандер-с-ботом Тауор Так, у Парата пятый. У Парата пятый. Пришел он в мид получить шестой. Слегка Пофармить левел. Ну, в принципе, правильно делает. Да, Пэрис сейчас очень опасный. То есть в любой драке у них слишком много дизейблов. Есть Клакверк. Есть Стан. Плюс, опять же, есть Эмп и Витра от Улокера. Дизраптор уже со статик-штормом. Есть еще Глимс. На три вкачанный. Так что от Пэрис сейчас практически не уйти. Ну, и плюсом ко всему, аппарат за апп у себя шестой леву. Есть ульт. Будет очень-очень-очень больно. Фаник с фейзами с базилкой. Я не знаю, что будут делать Нави. Тут реально будет очень тяжело. Скорее, сейчас я иду с Фаником. Сто процентов. Так, пропал Сноу. Пошли Витра. Пошел М. Сразу же фулснэп. Без шансов. Ну, что-то мне подсказывает, что игра заканчится в течение 10 минут. Если она продлится в таком же темпе. Наверное, ничего не могут сделать. То есть, им сейчас надо фармить. Но Пэрис просто их насилует во всех частях карты. Да и ссыльные двойные чатики. Ох, сейчас там. Дайерс Миддл Тауэр has fallen. Блин, на гидоте после игры, да. Так, в это время там врыв. Врыв. Дэнди ворвался, забрал шторма. Так, поймал М, поймал ветра. Он успел все-таки лететь от ЛМП. Ох, свап-стан. Ну, ему сейчас просто накидает пупею. Да, минус пупей. Тем временем ему на ПТ-барабаны. А на весь забирает свою первую вышку на топе. Вот, с вангвардом. Изумительно. Просто изумительно. Аппарат. Аппарат с ботинками, я так понимаю, будет пробовать сразу выходить в агоним. Тем временем, опять же, поймали Дэнди. Зайвейдил все-таки ультой АМП. Ну, подставился. Подставился. Если бы здесь рядом был бы Дизраптор, я думаю, Дэндик бы отъехал. Ну, просто Глимс, Филд, и там уже был бы Шторм. Так просто бы Дэндика не отпустили. Ладно, наив фармят. Пускай фармят, может быть, у них что и получится. Опять же, Слордар под ультой. Сами знаете, как лица разносит. Ну, и Дэнди, опять же, на Шторме может тоже творить чудеса. Стрим кончился? Да как кончился-то? Нет, ребят, все работает. Так, врывается аппарат на хвосты. Сразу прилетает тут от аппарата. Господи сказал, аппарат на хвостах. Лакверк ворвался на хвостах. Ну, реально, ПР просто насилует Нави. Так, ну что ж, их окружили. Ох, какой Филд. Пуфей застрял, Филд где? Тут заходят фамильярчики, упадают. Проблема у Клокверка, но он, в принципе, должен сейчас рассыпаться. Под бэм, нет, представляете, Клокверка пытается уйти, врывается на Клокверка. Забрали Клокверка, Дэнди возвращает Гримсом, пытается забрить колдфитом. Ну, вроде и выйдет, живет. Нет, свапается здесь на Куроки. Забирают Дэнди, забирают Куроки. И это Тим Вайп. Пять в два. Пять в два от ПРов. У Муна есть Огроклап, 1300 плюсом на кармане. Я не знаю. Это жесть. Просто в мясо, реально. Вот реально просто в мясо. хвосту ничего не остается как вот просто уйти там фармить леса под ультой ладно с вами готовят не кран купе есть пт тоже уже неплохо уроки пока что только с птшкой нету там не какие-то замашек не на не на метку не на медальку пока что полнейшая тишина у нави быстро замашка на некра у фаника давайте откроем общую ценность посмотрим на 7000 выформила венга 6600 выформил инвокер на их хвост пытается не отставать все равно просто проседает на полторы тысячи по фарму вместе со всей своей командой фаник отстоит еще больше у него всего 4000 и дэнди 3600 дэнди просто 3600 да все плохо нет но есть нет но нами все нами могут еще перевернуть игру то и сейчас они неплохо проседают от прокаста когда они будут чутка по по плотнее они смогут просто драться на развороте и садар сможет там разбить пару лиц так что отчаиваться не стоит дэнди 3600 очень сильный первый обливин став уже готов так пошел врыв на тир-2 tower пошел баф от аппарата фамильера уже на готове есть второй свап рейнджа свапа значительно выросла сами видите тут пупея пытается змейками дэфить но если он сейчас палится могут его свапнуть застанет но опять же он не будет врываться в соло просто вот так вот размениваться на пупея если бы только у него была оега ну или бкб под бкб можно было бы ворваться так скандал нашел фаника свесил ему сайленс сбил тп и разбил ему лицо бедный фаник хвост с огор клабом апперы все продолжают пытаться запушить тир 2 tower ну вот есть клокверк рядышком я думаю сейчас должен рвануть на пупея есть хукшот тут просто чтобы пупея попал вижен и тогда я думаю он не будет ждать но я его сейчас просветили же можно еще ракетку скинуть на всякий случай так пошла ракета но крипов нету крипов нету и нави перетягивается на мид лучше отойти слишком опасно по-прежнему 8 ловел дизрапта 2 ульты пока что нет я думаю аппарат к этому приближается но опять же только десятый опа вот так вы словили фаника то что он призвал крипов сразу включается бм прилетает ульт аппарата и минус фаник 18 5 на 17 минуте каждую минуту пера делает как минимум по фрагу так муча сможет стрять добровольца дэнди пошла стяжечка придать фамильяры соли сады еще и статик шторм на него тратит высвапывать себя бомб вроде бы живет дэнди рассыпается неплохо роста скандал вместе с блокверком забирают еще и висаджа ну и вся команда нави пала 4 в 0 размен муна так и не получилось забрать и 21 5 не знаю на ее пытаются сопротивлять продолжать продолжает сопротивляться но я думаю что скандал просто просто заберет нет хвост слишком плотно нужна помощь прилетает ульт аппарата а теперь можно скинуть тем скидывается саленс пошел пулт снэп у хвоста уже нету маны и я думаю хвост обмякнет вот скопер хукшот через 10 секунд можно попробовать его попреследовать еще ракетки какой спринт там третий спринт уходит от ветров ну хукшот да это минус хвост вовремя откатился хукшот еще один саленс и минус хвост 22 5 давайте посмотрим на арты какие арты у пэров какие марит а теперь просто закупился брейсер какой плотный у него 948 хп на это потому что сейчас включена на интеллект у хвоста есть у горклап есть вангвард есть птм дэнди с одним ботлом и под тэшкой не знаю что и по деньгам по деньгам все 400 голды уроки тоже нет чем не отличилась особо также птс мог варды все как полагать себя саппорта и по-прежнему фаник не может даже первые некра зато тем временем у пэров их адрес очка есть типа и арканы есть у дизраптора скандал на инвокеры уже с аршидом с орчидом кому как удобнее ребят я знаю что у вас иногда из этого бомбит как я произношу это первые некрапии сифоника тем временем поймали все-таки хвоста закрыли его филд он уже без маны тут снэпа под аршидом рассыпается ну это тут реально просто просто унижение тотальный 1 в 0 в пользу pr до быстренько ребят раскатались за 20 минут мне вроде у нами неплохой пик но с первых минут все пошло не так вообще не так инвизиside инвизи skelettra и и и и и и Продолжение следует...